приветствуем вас в студии героя автоспорта на первом автомобильном и сегодня у нас в гостях легенда автоспорта советского украинского все кто приходили в автоспорт в украине знают нашего гостя это дядя боря донской давайте самого начала как это все произошло вас как появились вы в автоспорте как автоспорт появился в вашей жизни с детства я так понимаю тянула как лист у них это уже было совсем не детство в моем детстве автомобиль это считался непозволительной роскошью мое детство до 50-е годы даже плаката наверное да 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 еще тогда если ездили на победах на волах это с переключением на колонке а это я не застал автомобиль когда вот пошла тяга к автомобилю вообще в целом не к автоспорту а просто к автомобилю как техники а вот не знаю вот знаете вот как то вот у меня отец мой он архитектор принципе но такой знаете он офицер боевой прослужил прошел всю войну вот и он технически получил до войны техническое образование уже ну и он как-то так знать рассказывал мне про технику всякую там военную тех методик как пацана это интересовало и потом я значит у нас был семье такой 401 москвичного пирту бишь колонка передач первая вторая третий задний ход на себя до сих пор помню это один из первых москвичей до москвич которые было ну уж с опеля сделали до копия москвич да ну заводу это вытащили со германии и вот я там вот будучи уже с таким не дает а педали не доставал и папа ну дай порулить это я сидел справа к рулю уже потянула к рулю сидится справа значит там рулю нам где-то едем где-то такие движения такого же не было ну да потом он посадил меня уже начал значит подушечку подложил чтобы я там уже рулил и переключал передачи ну это сколько 12 лет 10-12 даже не помню где-то ну да где-то в 61 году в 61 мне уже было 10 вот и вот так потихоньку значит не так поднял очень любил причем я сразу брался за рычаг вот так и вот так вот и с тех пор как-то так вот начал подрастать и просил попадай покататься ну короче меня садил где-то мы выезжали уже к нам на себе там на сад в полях где-то да так тоже полоски по дорогу мы уже еще в харькове начиналось все дело еще там там где уже не было такого движения там где милиции не вообще в то лифте за не было даже они тогда посадил это давай ну я так себе рулил потихоньку научился переключать передачи испепление выжимать ну там же все как положено ну да вот и с тех пор как-то так она а потом уже знаете как-то уже в зрелом возрасте я помню уже даже после после института меня в армию забрали вот в армии там я попробовал мотоцикл 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 я во 500 гаревый я его конечно конечно сразу наяву сходу да я посадил я вот так ты на мотоцикле я как бы ездил но но тяги к этому знаете не было ну типа да есть возможность проедусь да да попробовал не не моё думаю ладно но потом сел сразу в автомобиле в автомобиле конечно это в армии было да ну это было в армии потому что я служил в армии там у нас было спец мото части подразделения спец части мвд ссср было подразделение типа тогдашний омон ну да то было и моторизированный вот ну а потом после армии пришел и как-то товарищами там один по работе тоже слушай тут у нас фигурку надо покрутить поехали соревнования соревнования любительская авто авто любитель еще была такая организация авто любитель еще дни до саф еще авто любитель давай поехали на фигурку а у него папа уже тогда приобрел тогда уже жигуль первым это 70 уже дать где-то на 74 год копейка наверное но еще полу итальянская такая настоящая я когда после москвича съем на копейку и понял что я шумахер не могу запросить москвича на такую мощность комфорт там все другое да да вот и папа поехал выехал на эту фигурку я будет занял там какой-то чуть ли не призовое место с первого раза поехали с нами и с этого с этого момента началось это момента началось с дружбы обычно всех там с автопарка с какими мне не надо мальчик я же не в таксомоторном парке я работал в проектом институте инженером понимаете но на ничего общего как бы не было вот этих фигурок и пошло 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 поехала и потом уже пошло это уже на уровне до саафа как до саафа пали или до саафа всегда было просто пришел хочу гонять хочу ездить а вот так вот пришли и сказали хочу поеду где ты что то я это вот я тут ездил на автолюбителях тогда вот бумаги есть вот там места занимал какие-то все а тогда была очень популярна в советском союзе до саафе была такая называлась военно-прикладное авто на авто многоборье слалом стрельба совершенно верно и вся слала фигурка фигурка состоялась очень многие фигуры интересных это ну люди которые это ездили не знают там леонов салют петренко не то все помнят кроме того вот и а я же после спецназа вы понимаете пострелять для меня кинуть гранату я там всех перестрелял всех перекидал короче всех объехал так пошли и пошло потом разряды пошли уже а то в то время у меня появилась тогда в 75-м году у меня появилась так называемая была книжка спортсмена мастера спорта ссср там где разрядников такая книжка где записывали все достижения всякие достижения это просто участие участие в соревнованиях участие в мероприятиях там нормы этого сдавать надо было да она что она влияла одну вот как-то она дальше действовала или вот ну кроме соревнований готова к труду и обороне это же советский союз понимаете это военка это же военка военно прикладной многоборье называлась так все же было туда заточено достав опять-таки добровольная общество содействие армии авиации и флот ну да это все что туда все все в этом кружится все возле круга этого движения крутилась так вот и потом мы начали и начали ездить уже значит на чемпионаты областей киева вы ездили на своей машине или же уже давали доставов нет на тогда еще не было такой чтобы свои машины что я мог на той машине понятно там любительские всякие мероприятия оборья всякие любительские те же фигурки все это все так понятно ну да вот а потом а соревнования достав заключалась в том что вот тебе организация ну допустим химнийский областной клуб там допустим он блокное подразделение достав тебе выдавала машину а там же еще кроме кроме движения надо было что там стояла какая мензурка справа наружу судья тебе на старте подходил на работающий двигатель включал краник заполнялась мензурочка до топливом топливом потом тебе краник закрывали когда ты выключал двигатель и ты стартовал заглушенным мотором на вот этой мензурке и мерилось кто сколько потратил топлива на прохождение дистанции то есть еще на кинога зима была так что я вам скажу когда ты выходил с этой машины ты чувствовал ну и как же это спинный мозг чувствовал задний правый кусок бампера каждый так двигатель и там был так называем упражнение то тещин двор надо было задним ходом заехать в двор ну змейка типа да прямой да не по прямой и него раз как поставить бокс так называемый называть тещин тещин дворик назывался ял судья чтоб ты спрятал зеркало за габарит фишки ничего себе там все на миллиметры когда ты выходил с этой машины ты чувствовал автомобиль как это спинный мозг ну да это была шикарная школа я вам скажу для понимания для габаритов понимания возможно потом были пеньки так называемые ставились 222 бруска деревянных так ты должен был пройти левой стороной по диагонали один а второй правой стороной у тебя должно пройти между рычагом передним и кронштейном крепления амортизатора вазовского чтобы не зацепить сам конкретно было именно одна точка да пройти вторая точка был заднему с редуктором и кронштейном крепления заднего амортизатора это надо было попасть какое было чувство автомобиля габаритовый техническое знание то есть надо было понимать этот рычаг находится где-то 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 мотор и крутили коробки подвески оттуда вся эта школа и пошла из нас понять тоже на механику то никто не мог себе позволить нанять кого-то чем все скрутил на там и поехал вы говорите приезжали в клуб и на соревнования выделял клуб который команда киев сборная команда киева но это не машины ехали с киева там брали машины там 45 человек машину садились ехали хмельницкий чтобы нет ну просто логистика до кисти когда приезжали туда и там была машина одна машина на всех а носит честное соревнование была машина все она же оборудована какие-то другие жиклеры вкрутишь и мензурки не получалось не 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 работает там работает одна машина с одной мензурка один судья там главное тогда и у нас помог я сейчас уже не помню дату то ли 79 то есть место вот у нас на чайке был чемпионат украины такой серьезный уже по этому движению то ли 79 то ли 80 не помню уже точно чемпионат украины или союза чемпионат украины был отборочный на союз ага и вот на там была у меня заруба с сашей соляком со старшим так стоп и вы уже в кольце ездили до этого ваннерце и не ездили мне не было машины еще мы это до занимался только вот этим вот на борьем да да говорим потом у меня появилась уже машина 79 году мне же досав выделил машинку а и мы сами своими силами как могли так и готовить но это спортивный ролик каркасом но мы в основном были мы сначала специализировались парали вчера ли это там где тот вид спорта где нужно чтобы было два человека соображающих вот и меня пока садили справа потому что я там считать умел писать умел что люди такие которые ну скажем так от руля но не ну пришлось там воспитывать короче вот туда пошла это вот эта вся история так и вот начальки над этом закрытом парке парке сервиса который сейчас у нас начать да там было это поставлена фигура на площадке на площадке которая сейчас существует была площадка и нас там была жесткая такая конкуренция и саша салют меня только в одном объехал он в экономке объехал меня уже миндзурка и за да миндзурки объехал но по сумме многоборья я выиграл гонку я стал чемпионом украины в этом в этом году ничего себе да а был чемпионат в этом полноценный чемпионат и потом еще чемпионаты был сбор спартаки 1 годы годы были спартаки до народа у ссср там там куча что не просто местная какой-то на уровне там до сафа местного а именно полноценная была все странно сидя покойный царство ему небесное грини был такой с к севастополя очень грамотный я все союзные категории ну так думаю там большая история всего этого движения интересно вот а потом потихоньку начали потому что в ралли даже в ралли потом в классическом ралли были тоже такие вот мероприятия как допустим ты стартуешь так но тебе надо пер 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 значит первый спецучасток так называемый ну для публики так далее зрительно как всегда у кого-то круто именно вот фигурку там фишка слева фишка справа я вот эту фигурку конечно это пошло это движение пошел дальше а как попали в саму ралли вот это тоже досав когда вот который привел меня допустим к тому же на автомногоборье прикладном автомногоборье это там же все же тоже одном месте там это мотагоны мы горевики там но был же какой-то отбор как вас заметили ну то есть что вы пошли дальше житаты ж показывались какие-то не ехал не ехал сзади ну понятное дело книжечку открыли посмотрели я посмотрели потом там где была легкая такая проверка знаний типа вот а что вы знаете я уже моторы крутил сам все делал все так я там достаточно какая первая раллийная машина была тоже жигули даже уль копейка копейка строили еще мы с на дарницком это мотосекция мы в этой мотосекции с мишей губаном строили вот эту машину ага а откуда брали информацию ну то есть по сути же не было интернета журналы там какие-то там были книжки читали книжки эдуард сенгуринди там читали книжки и так далее так далее то есть еще мы это досав предоставлял уже не это все комиссии досав предоставлял на тебя машина там шатетик может быть колеса дадим первая гонку помните была такая эмоциональная какая-то эта история или это вот получилось и поехали это сели поехали там вы понятие тогда в то время приборов то собственно не было даже нечем было отмерять дистанцию как вырели мерили глубиномеры строили всякие глубиномеры со сбросом там ну богатые товарищи которые ездили за сборную советского союза там серёжа вукович витя московский они конечно ездили на приборах twin master были такие приборы хальдаком хальдак была шведская фирма хальдаке приборы они были механические редуктора там не было в такой электроники чем часа тоже а было такое вот я помню по фильму гонщики такой фильм мерили по моему по такса каком-то таксометру да таксо да 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 сколько проехал было таксисты перейдем таксометры в этот самый в счетчике перми пройденного пути потому что это в принципе тот же самый ну да да по сути ну это опять дружились так сама торты в голоди петренко в таксомоторном панке гонялся там где-то пошли там какой-то редуктор списан что-то придумали что слепили какие-то там лампочки вертолетные подсветками до сих пор подсветка военная вертолета есть не выполнен да не было ничего такого час пошел купил там лампочку это все это брали с авиации даже наушники для коммуникации мы брали не покупали у ребятам списанные какие-то наушники с авиацией встраивали их вот в уши сюда в себе в наушники там микрофоны там переговорки все это было все что инженерил то и на том и едешь да да все это шло из авиации все же потому что авиация была на самом деле подсветки были переговорки были вот таксомоторный парк давал редуктора там какие-то там придумывали там шестеренки какие-то восьмеренчатые короче короче но сделали как-то с володей мы сделали на одессу была одесса одесская гонка где надо на день автомобилиста в одессе это было на проводилась гонка называлась день автомобилиста традиционка традиционные гонки были которые как бы не чемпионат в конце года получается на последнее воскресенье и вот мы туда поехали сконструю такой прибор глубиномер приходилось сбрасывать но такой точно что с точностью до 10 метров работу не за собой мы попали там с ним такой туманище страшно то есть вообще не видно ночью от гонки ну а что я была ночной спецучасток сейчас боятся сейчас не ездят ночь дочь по барабану все ездили класс туман не туман никого не интересовало были такие гонки и штурман в этой гонке был очень важным элементом очень важным элементом потому что заблудиться было очень легко просчитаться сейчас они люди не знают что такое внезапный контроль времени ну да раньше между спецучастками стояли еще до контрольки да там было допустим между одним к контролем время и вторым который мало бы два спецучастка причем они не обозначены а к вы в к вы никогда не обозначались не может было вести экипаж с точностью 10 процентной льготе так называемый 10 процентов опережения ты бог больше не мог то есть я то льгота нарастала со временем проведи прохождение твоего этапа этого от к в до к в тебя это вот такая допустим тебя к примеру от к в до к в 60 минут норма времени ну вот да это лога в конце в конце вот конце вот этого перед перед к в входным вот уже в пакетина отмечаться у тебя 6 минут опережения не больше то есть ты не можешь больше больше это а что было интересно ты поймал допустим штрафную там одну минуту тебе 60 очков сразу на штрафных то есть работа штурмана ты пойму поймал минуту никакой же пилот тебе минуту не отвезет на но если ты уже идешь нормально пилетоне минута сразу багажник грузишь штрафники закрываешь поехал дальше класс а вы больше ездили пилотом лишь штурманом первое время ездил штурманом штурманов ну реально была страшный дефицит потому что я считать все хотели за руль наверно на все рвали за руление то не хотел понимать что это что-то надо считать а в раме без этого никак потом же была цайтабель так называемая мы называли черепаха немецкая цайтабель брали то таблица времени такая распечатка была ты кто садился и расписывал себе дорожную книгу расписывал по минуту а не в какой точке ты должен оказаться не раньше этой минуты а а понятно что поймать в кого это это все это можно разворачивать раму и дата можно уже грузить и грузите вещи вот поэтому в эта работа была очень важная и я под но в долгое время проработал вот потом я уже пересел уже вот уже в современный ну да проверка вот и я пересели туда тоже предложение поступила нет или просто в девяносто каком-то там году появился спонсор у меня очень знакомый товарищ который дал денег на покупку двух машин одну машину купили саша медведченко то вторая машина пошла ко мне вот это я сел уже в руль то за машины были восьмерка ага тольятевские покупали ну завода какие-то или нет мы брали с вихура брали вихура это было выставить предприятие в эстонии которая занималась ну как бы с легкой доработкой тюнингом стандартных машин там ставили каркас ставили там ставили иногда сиденья ставили давали ремни четырехточечные но они только в безопасности или тоже двигателя строили подвески не 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 только в безопасности ребята что вы говорите все это остальное это ваши проблемы вам давали машину вам там давали дюралевую защиту вам давали значит каркас трубчатый там болтовой но тот который проходил по те времена давали комплект ремней два ремня норма кстати эстония делала первый ремни спортивный делали эстонцы а какой замок был стандартный или вы не поверите сейчас где-то из нас надо было где-то найти в архивах надо было больше время там была такая значит четырехточечный ремень ну как рюкзак да как минуток но два бедровых и два точевых да а центр такая резиновая бляха который а там такая вот защелка типа вот как автомобиль на сейчас это бляха такая чтобы не натирала да ну даже надо чтобы она не натирала мозоль так сказать вот один мой штурман когда-то так поблагодарю что мой запретил свое время снять эту бляху и там в дерево въехали спасибо синяки остались а бляху было бомба вот такая была история аварии были да у вас конечно бы сильно будет ли я не человек ним который достиг каких-то высот он не сказать не может сказать что ни разу не было там где-то мне крыши где-то не попал ну это надо всегда искать ту границу где за которую переступать нельзя но когда где-то границы от них тоже толком не ну конечно надо только переступить и потом шажочек назад травм у вас не было во время соревнований вот ну вот по во время аварии был одна ну как травма хороший ушиб лик еще на хонде когда тут награли столица в пирогово боком в две тысячи как наверно каком-то втором четвертом на втором по-моему втором или третьем не помню где-то таком у нас там есть такую нас называем колдун между двумя тормозными цилиндрами педаль тормоза одна цилиндра 2 перед 1 перед назад там этот колдун у меня почему-то подвинулся я когда заходил поворот в третья передача так захожу левая нога по тормозу так раз чтобы так притушить и в этот момент произошло как будто и ручник дёрн ничего я как поехал боком в дерево на те-то 70 так было конечно ну хорошо каркас бельгийский сработал 50 машины на странно было да ну я там мне ее помогали маленьк сергей притащить ее из бельгии где-то там очень много доводить цыгане еще те хорошо но вы говорите вас получилось куб привести две восьмерки вихоровский да ну как было разрядка я доставу были где мы перечислили до сафу деньги не купили вот я думаю что достав в 90-е еще 90 или 88 что-то ты когда короче где-то такое 89 вот я честно даже эти титаты там понятно да так вот и получилось так что одна из машин была моя я начал это строить саша мадвиченко получил себе ты вот кондочка кстати да цирекс да да очень хорошая машина но сейчас не вернемся про восьмерки да вы построили восьмерки это шло непосредственно на ралли да вы ехали команда и нам да мы на ралли готовили машины и мы ездили я ездил потом это в польшу выезжал на этой восьмерки мы там выступали но это уже в 90-е на к 90 уже 92 2 а как больше ну по сути тогда же только начиналось александр начал выезжать потихоньку на кольцо вот и а как вы попали в польшу и как я был такой собственно был он и есть профессор он сейчас реально профессор кличка профессор львовского института физкультуры так рыбак вот и он как бы там слушать тут поляки приглашают надо поехать это мы тоже через достав получения тогда достав уже такую а уже все закончилось это издали машина вроде было как моя и значит ну так еще к номера были там специально для выезда за границы на было номерами от это был такой головняк чтобы мама дорогая у меня были одни номера потом это надо было вешать другие номера потом а этим номера сдавать пререн там такой это чтобы чтобы пересечь выехать граница за границу кошмар это кошмар был бред полный но это был такой еще никто не знал как просто этот процесс на воде наверно и поэтому приходилось и вот мы там начали выезжать и мы начали там набираться определенные там пришлось переучиваться потому что там только асфальтовые гонки на то время там не гравийки не рая там их не было а мы по грави в основном то тут елозили нас это кольца то собственно там не кольца ралли чай на чайке ну чайка это ж кольцо ну да вы не рали а на то время не тренировали там блин вы понимаете ну а мало того я щас с классики жигуля пересел на переднеприводную ну да совсем это совсем надо было переучивать себя и машину ездить по асфальту на переднем привод ну да я вам скажу честно где-то около года адаптация шла у них дорожки хорошие но узкие ну да и попытках действует а шок но это дерево это дерево есть не допустим большинство очень много дорог очень много сеть дорог прекрасно у них у поляков конечно и дорожки как нас в украину встречали ну так знаете так сначала осторожно осторожно потом мы когда начали сми на польском языке с ними разговаривать они не понимают с украины на польске как бы очень близки к нам и я до сих пор с поляками прекрасно даже не приняли как своего поехали за нас поехали туда поехали какие-то достижения там ну да на ради польском третье место чемпионат европы официально ничего себе а как так получилось сходу приехали ну как сходу у них райт польский входит в этап чемпионата польши и этап чемпионата европы так это было райт польский это считался самым престижным одним из самых престижных было мероприятие в европе второму было и он был юбилейный 50-ый райт польский 50-й это каком 90 там каком-то году то есть у них же это традиция до на до военных вот мы там несколько раз заезжали их на тумбочку а кто конкурентами был ну мы на восьмерках мы на восьмерках а товарищи на сузуках там на фиатик ах там на всяких надо то есть мы там не приходилось оказывали надо самара катастрофа но мы потихоньку там значит это воевали да мы что самое смешное что приезжали по бедности технических не было приезжал значит ставились дополнительную выхлопную трубу к спортивному выхлопу что выхлоп был более-менее стандартный там непосредственно соревнования перед соревнованием мы ехали из украины на этой вот штуки своим ходом своим ходом не счастье о том-то не делается она был своим ходом все ну да на спортивном выхлопе голова будет они только поляки за это тебя ногу на на дороге общего польза поймают и извините ну то есть там уже в те года был контроль такой серьезный по звуку по всему вот ну такое было движение у нас поэтому не интересно своим ходом через с украины через европу на спортивных и его забирал профессора садились ехали ночью через границу а зипом как было с собой то а то что багажник влезла потом мне однажды удалось выехать двумя машинами мы там могли если что коробку поменять хоть одна если что доедет поляки молодцы они там в краковском клубе нам предоставляли сервис подъемники пацаны вот вам место если хотите то и делайте то есть очень дружелюбно очень приветливо и ну скажем так предоставляли определенные площадки для того чтобы можно бы реализовать какие-то технические фантазии там что-то просто поменять подшипник там еще что это такое ну да как банально хотя бы чтобы на голову вода не капала ну да не ну про реальный бокс нормальный цивизор с куркаковского клуба вот-вот бокс вот вам подъемник вперед хорошо я знаю что еще дальше была история кольца в кольцевых гонках да да но это мы туда затащили товарищ силой вот и когда я покупал этот цивик вернее crx принципе вот прямо с голландии приехал вот этот вот да вот эта штука я вам скажу конечно когда я сел эту машину и после восьмерки это был самолет ну да даже стандартный мотор стандартная коробка с огромным разрывом между второй и третьей передач но он же без втековый уже стандартный а то есть уже уже был b16 а нормальный правильный мотор я в этом моторе единственное что сделал я отрегулировал клапана так открыл клапанную крышку мама дорогая клапанов 16 а кулачков то дофига ну да 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 потом только на канал когда уже видел как это работает короче отрегулировал клапана поменял эти самые масла там собственно все удачная покупка получилось ну более-менее давно конечно приехала не в таком виде она приехала в ужасном конечно видеть вот я еле еле собрал вот одна приехала перед столицей ну как раз вот гонка в апреле в мае помогла гонка я еле успел ее прислепить но на столице у меня разъехалась балка перед вот это ну потому что она после белица была вареная но мы все было чинилось уже полууся так вот на финише картинговой трассы выкатились внутренние гранаты вылетелись за балка разъехал а везли мы там конкретно всем восьмеркам салют применил на то время приехал такой аппарат все на восьмерках и ездили там по сути она в какую группу проходила 1 и 6 а то есть она конкретно 16 клапаник 1 и 6 никаких вопросов пожалуйста ну да 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 диски я уже купил покупал на нее вот это новое видео сомпо диска на это машина сейчас еще где то есть он да она у меня в хозяйстве еще и она на кольце потом вадик в латвии активно немножко ездил на ней интересно ну а потом когда-то вот это стоит машина ту малик приходит слушай на стадионе гонка давай выезжать и я не писька да я не слушай дурь то проекте пожалуйста а мне там была правда собирал на 1 массовой стоит ну да ему надо было до битон набрада а у меня втек не работал я не мог понять в чем дело потом саша клапана было нет там просто датчик был оказывается был дать ну кто знал тогда еще столько изучали машину но потом саша мой донской же компьютерщик хороший неплохой кстати он нашел что датчик скорости должен включать в тег но заратура он мерить температуру масла не меньше после 70 градусов до 80 80 включается в тег и и скорость допустим допустим тебя он еще не только должен обороты еще и скорость должен короче бред полный конечно потом уже выполнен на мотоцикле так да 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 вот такая история тоже хонда да вот эта история конечно когда уже все наладили ну а на кольце ехал практически без 125 сил и все ну как раз с восьмерками уравнялись толкал медведченко он не пропускал меня ну что тебе надо было стукнуть или что нет я понимаю что не создавать там какие-то ситуации на на стадионе ну было не 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 по фельдшую ну да тем более это было по моему первая городская олимпийском то есть надо было красиво проехать ну вот как пересаживаться с ралли на кольцо какие ощущения в польше я накатался вот так да там же только асфальт вот там кроме того что асфальтом еще были к это брусчатка к не косточка называют это вообще кошмар ребята это когда ты заходишь с асфальта на косточку это вообще другую скота машина почти все время половину дистанции она еще цепление совершенно другой но не дай бог дочь все не дай бог дочь все это уже то гололед а ты едешь на полу слики или на ралли на ралли на ночь не под даже не дорожная резина ну да а как в польше не было на аварии там серьезно знаете как-то мне было два раза было вот мы когда проучились асфальт ездить не было на 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 ралли эльмут было я в одном и том же месте в одном и том же месте на одном и том же повороте между двух от тех же деревьев попадал по зеркалам не пошло место вот так пороблено там или то ли асфальт был другой а потом начали анализировать но не могли понять именно в одном и том же месте с одной и той же траектории слетали два раза но аккуратно то есть машина целая доезжала все нормально понятно после того как на кольце покатались продолжали ездить на ралли конечно и мастера спорта вы получили не полуспорта польши то что еще в польше там она ездила я же там так и в европу патриотики по заезжал в призах своем классе в принципе можно было уже на международного наверно подаваться ну мой штурман подался но меня как-то забыл хорошо какая самая запоминающаяся гонка у вас было ну вот такое вот что то что вот к душе вот то что вот помнится может быть сложная может быть там какая-то там ситуация была ну я вам скажу так была очень интересная гонка в днепродзержинске теперь каменская да вот я тогда впервые дебютировать на этой машине в ралли и было цвет был выбор что делать или ехать на восьмерками еще восьмерка была то ли на это ехать на что пашка но это конечно первый день был асфальт так вот по городу асфальт для городской спецучасток длинный хороший скотовой красивый но я принял решение что ехать на этой машине вот и проезжая по пару спецучастков а там и составили с моста мост длинный а потом дретер-дретер там заход на развязку там через короче выезжали через какие-то там техникум какой-то через парка короче там где приходилось просто тупо в топ-1 включать то есть затычные совсем затычные вот такие 90-градусные короткие длин короче а коробка то у меня длинная стандартная там единственно квэфовская блокировка ну да а между 2 3 передачи разрыв 2000 оборотов то есть надо было третью выкрутить вернее вторую выкрутить до упора чтобы 8 с половиной чтобы не упасть туда в зону нефтека ну да ну короче вот за этот первый день потом как младший солюк подходит мне там коробка кулачкова 1600 мотор там все а он на чем ехал а он на восьмерке я говорю аж какое у вас время и слушать ну спасибо что мы на что я смотрю за время а что за мотор двухлитровый я в классе 1.6 какой двухлитровый ну да открываю капотом б-16 вот мотор блокировано уже на хонде прямо выбит на блоке маркировка ну да ничего себе и пошел а потом я потом я начал смотреть времена уже оказалось что по финишу первого дня асфальтового участка мы навезли по моему субари митсубиши 27 секунд в абсолюте уже начали ехать в абсолюте я приехал первый день я финишил в абсолюте пятым класс но вот это жабе понимаете а впереди были более чем достойные люди петренко митсубиши розумовский митсубиши салюк старший митсубиши или андрюха александров покойный царство небесное субару я 5 но опять таки может быть сыграло то что фигурки раньше да нет ну это вас асфальт там был асфальт там был асфальт там где я мог реализовать всю машину и свои свои знания ну плюс и затычные повороты ну так что первое приходилось первую с перегазовка это вообще конечно жесть была бомба а вы застали ялта ради ехали конечно и как там скользко я ялту ехал еще помнится каком это было году больше седьмой нервными седьмой восьмой 90 еще еще девяносто за ездили ну короче это страшный асфальт специфический а почему специфический что-то знаете составе да вот там вкрапление наполнитель асфальта это камешек этот вот морской он гладкий акатор такой знаете и когда там перепад высот еще там где-то где внизу плюс а там еще где-то там поменьше там натика роса какая конденсат образовывается конденсат какой-то это очень очень специфическая гонка и вот когда мы уже сработали этапы европы эти наши но не то что европы то что ялта рали традиционка крайняя гонка тринадцатом году было конечно яркая гонка но когда и ирси она называла да а ирсе тогда уже судил техническим комиссаром потому что а все уже был техническим комиссаром потому что эти французы сказали что вот у нас есть вот давайте этого сюда я отработал чемпионат и в тоже и айси и айси отработал в петербурге в питере это был девятый по моему год в этом попросили быть начальником технука головой технической инспекции ну потому что анлоязычный грамотный фиашник туда-сюда и вот давайте сейчас вот теперь вот эту историю обсудим как вы стали техком именно вот ездили 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 все хорошо было релист в конце попробовали там на боре в советском союзе и тут хоп я понимаю что вы приняли не только техком я но я инженер да да о том что смотрите ну как в техком это как бы не только техком я в принципе не 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 чистый техком я просто судья национальной категории как бы сейчас да то есть я но в техкоме якобы я много лет возглавлял техническую конспекцию к техническую комиссию фи фау четырнадцатого года до по моему двадцатого там потом вы снова и ездили и были в техническом ну да но я как бы возглавлял технический комитет в 2007 году имея связи определенные с коллегами из других стран я ребята это вот тут на семинары проводятся в женеве то ноябре я попал попадая по моему в году попал на первый семинар седьмом или шестом не помню шестой или седьмой фи организована да фи организовывал для национальной федерации семинары фи а в конце года в ноябре вот а потом а там же рядом после этого дела про это семинары проходили после заседания мало гейшин гулячный комиссион там низкая комиссия который час я ухожу так много гейшин гулячный комиссион занимается именно вопросами амалогации и правилами эти все статьи которые там приложение джей пишутся это все пишется снашет уже теперь снова сон теперь уже с нами но тогда это было первый штак я попал первый раз на семинар будут за своих понятно выезд в эту женеву это было на было швейцарскую визу получить это ну да это был определенный целый процесс это было месяца три только готовились к этому всему либо года на было подавать эти бумаги ну короче страшная штука был ну вырвался не подошел там к одним-то ним ребята шашка надо вот как-то вот включиться мне дают анкету такую заполните я привожу федерацию рыбы это вот нам далее вот давайте заполнить федерациям наша там от фау предлагаем комиссию такого-то 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 и послали в этот уже не вовку так еду я с гонки в крыму мне звонит коллега из россии или слушали тут я в списках с фамилию знакомую вижу какая шо в чем дело тебя в комиссию включили супер когда едем уже теперь едем в этом а что за комиссия это было вон какая-то или это комиссия фе комиссиями фе имеет ряд подразделений так главное этого волн мотор спорт канцелл это совет мировой спортивный совет который заседает там вот вы заседал 8 июля кстати они принимают решение вернее принимают со всех комиссии подразделений по департаментов все предложения по регуляции по правилам там со всех дисциплин да они уже в общем мотор спорт канцелл это же мировой совет спортивный то есть технический технический департамент безопасности технический департамент а мы как в этой комиссии работает по моему 16 человек со всего мира так один из них я ничего себе вот в этой комиссии входят 16 человек ну это мировая комиссия это фе комиссия выше уже в автомобильном спорте просто не существует да все это крыша автоспорта выше только господь бог в автоспорте да ну и здесь сюда входят представители значит я помогу прочитать страны которые представлены достаточно серьезно австралия скотт-магретт великобритания королевский автомобиль в великобритании российской раф так финляндия и иеропалми германия так испания бельгия голландия россия назвал да 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 раф был да страны бенелюкса все вошли не не все бенелюкси не испанец и бельгиец интересно да один шведшвед у нас есть хорват борис тоже борис а почему украину включили ну попали мы в правильную струю я не знаю почему понравились мы начали работать я первые полгода конечно вникал потому что там же в чем специфика проходит четыре плановые заседания в году так это февраль это июнь сентябрь и ноябрь вот и каждый год мы рассматриваем даты чтобы люди планировали четыре заседания в году регулярно нельзя пропускать но еще так куда сюда вот и на каждое на каждое заседание тут до первого числа до 1 февраля там до 1 июня приходит повестка дня допустим вы должны подать какие-то там свои предложения к этому желанию это в обязательном порядке должно при подаваться или же если нет это вопросам нет если есть вопросы допустим национальной федерации у фау допустим да или там допустим финской федерации там и допустим я связался с джоном райаном с британцем или со скоттом могли там с австралийцами мыс консолидировали допустим там я по собрался как-то их вечером после заседания пацаны надо решить один вопрос так почему то там прописано сидение вот так а почему мы можем эти сидения приваривать вместо того чтобы прикручивать технологически где-то во время соревнований появляется какой-то вопрос вы там себе отмечаете и потом уже на международном уровне есть возможность мы тоже машины готовим люди за это вопрос а что нельзя приварить вот написали же так я этот вопрос пролоббировал через коллег по цеху ну и подняли вопрос англоязычные товарищи помогли сформулировать его так сказать ну да мы проголосовали на комиссии что давайте мы кроме того что можем приварить пыль не кроме того чтобы прикрутить можем и приварить то есть а там я так понимаю тоже все технически образованные люди просто очень приятно как бы работать когда тебя допустим для там с тобой мы дружим с этим porsche manufacture представители от porsche там есть три представителя от manufacture производителей японец от японии там есть мишель андриани такой итальянец и такой смешной очень очень симпатичный мужик роберт кубель это porsche manufacture это серьезная контора ну да и вот эти ребята мы с этими ребятами тоже общаемся они тоже входят в состав комиссии но без права голосования они как-то пытаются свои правила подсунуть каждый пытается конечно конечно каждый пытается в рамках но там же есть правила очень жестко прописаны правила амалагации всех автомобилей там по группам rd1 r5 rt4 это все на каждую вот подряд на каждую группу автомобилей есть свои правила амалагации ну да они непростые и нет и надо для того когда ты подаешь документы достаточно рутинная сложная работа но тем не менее она есть а как вы успеваете вот за время встречи то есть обсудить и ну по повестке дня же тебе присылается заранее заранее подготавливать конечно нет повестка дня сейчас слава богу мы сидим в зуме это все делаем дома возле компьютера понимать ну удобно никуда не летать не надо ну да все же как бы я уже дать думаю надо внести предложение чтобы допустим прилетать раз в году там в конце сезона допустим посоветоваться папе по обменяться так сказать вживую а все остальное время можно в зуме это работает ну да да логистика это я думаю что сейчас на фоне коронавируса это все будет как раз ну сейчас можно так заседать ну да 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 второй год уже так вот буквально вот в июне было заседание ну и мы рассматриваем эти вопросы если какие то есть предложения дискуссии ты по просто имеешь право там поднять руку задать вопросы принести свои предложения вот мы сейчас как раз робо лькубле предлагал там некоторые вопросы по каркасам безопасности я с ним переговорил перед этим ему написал рубится ну тебе там дешевле позвонить вам утром звонит на канале заседания переговорили мы с ним чем немец который очень-очень прилично очень хороший английский не немецкий английский хороший И мы с ним переговорили, обсудили. И во время заседания мы какую-то консолидированную, так сказать, позицию, я там говорю, ребята, надо прописать вот это расстояние, надо прописать это. Все это в протоколе потом отражено. Нам потом протокол заседания, все присылается, возглавляя закомление. ФАУ сказала так, Арав сказал так. А почему так? Это фиксируется все. То есть мы определенным образом имеем возможность влиять на принятие решений ФИА, комиссии, причем комиссия серьезная, где написаны правила омалогации и другие правила проведения мероприятий. А приложение J, статья к Международному спортивному кодексу, там прописано все. От JT, кроме Формулы-1. Формулы-1 там отдельная тема. А почему Формулы-1 отдельная тема? А это вообще другая тема. То есть это получается, вы прописываете кузовные? Вы работаете с кузовными? Или все подряд просто формула отдельная и все? Не только кузова, пожалуйста, а кросс. Это что, кузова, там же тоже багетки. Ну да, да, да. Ралли-рейды. Ралли-рейды, Т-1 машина, это Roll-Over Protection System, это же пространственная каркасная система. Ну да. На пространственной раме, да? На пространственной раме, то есть не рама, а именно Roll-Over Protection System. То есть это пространственная рама, которая защитная. То есть как бы она и каркас безопасности. То есть это вот эта вся система, это ROPS так и называется. Это вот это же то же самое. Кросс, баги. Вы тот человек, который пишет на самом деле, участвует в той же самой статье, как, приложение G253, да? И 280, туда же. Ну, все в основном 253 знают. Да, да, да. А 283-й отбрали рейд. И в кроссе тоже 283-й. А тут я как кольцевик туда не заходил, но и в 253-й не учился. Нет, нет проблем. То есть вот она, собственно, настоящая легенда международная, это спорта, которая причастна к написанию этой 253-й статьи. Главный технический комиссар. Ну, как сказать, главный технический комиссар? Я исполняю роль уголовей. Просто комиссар. Ну, комиссар, да. Вас везде, во всяком случае, всегда на любых соревнованиях технических, я всегда вижу. Ну, не всегда, не везде приглашают, не везде успеваем, к сожалению. Нет, нет, нет. Скажите, самый такой курьезный случай по подготовке автомобиля. Можно без фамилии, без имен, кто это сделал? Что-то такое интересное. Я знаю, что просто инженерят. Ну, инженерят, но... Попасть на соревнования, что такое было необычного? Бывает много моментов. Ну, знаете, так сейчас не вспомнишь. Вот, Дима, вопрос, конечно, интересный, но его надо готовить, потому что, честно, не помню. Ну, очень много моментов бывает, очень много моментов. Знаешь, что были истории. Вылепливали швы с пластилина под краску, красили. Да, да, да. То есть, это все... А потом, противный дядя Боря нашел такой прибор, магнитик называется. А, серьезный. То есть, сюда может не вылепишь. И там, где мне не нравилось что-то такое, я говорю, ну, покажите мне, что тут у вас лежит. А потом объясняешь, ребята, ну, вы кого хотите надурить? Себя же надурите. Не, ну, это своя безопасность. Я всегда, ребята, я вас иногда, извините, воспитываю, не потому что такой грамотный, умный, да, это тоже есть, но прежде всего я заботюсь о вашей здоровье и вашей безопасности. Вот, когда люди начинают это понимать уже, действительно, ну, что это не моя примха, как только украинский, да, это не мои какие-то забаганки. А это, ребята, это то, что я советую сделать для вашей же безопасности. Это то, что сработает в тот момент, когда ты ошибся. Да, и когда вы потом получите такую информацию, был такой, кстати, эпизод, это было как-то, еще ралли столица была, начальник был предварительный техком, и приехало два опеля, гуся, так называть его, 150-ти сильных. И они поставили аккумуляторы, вот там вот, вместо того, чтобы, ну, убрали спиритка, вес назад, поставили аккумуляторы на площадку сзади, там, где, возле запаски. Ну, да, чтобы загрузить заднюю ось. Да, загрузить, перенести вес и так далее. Все хорошо, только они были закреплены, как они были закреплены там, в моторном отсеке. Два болтика и рейчка, да? Два шпильки М6, да, пацаны, вы никуда не поверите. Да, ничего, я не говорю, у вас есть еще ночь, вы поставьте четыре шпильки или там четыре болта М10. Вы варите закладные? В закладные заварите, четыре болта М10, лента стальная, иначе, заизолируйте провода, коробочку пластиковую, на это дело все сверху. И что вы думаете, вот там в Бортничах была гонка, в спецучасток Бортничах был, и кто-то из этих взлетел на трампленчике и не попал в левый поворот. Да, 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 вот это интересная тема. Это ваше. Это из нашей, да. И он попадает тупо, прямо вот ходом в дерево. Приходит, не с пустыми руками, говорит, дядя Боря, спасибо. А что такое? Ну, я просто смоделировал то, что вы мне рассказывали. Как летит аккумулятор. И как мне он летит в аккумулятор в голову. Да. Причем это не гелево, это 20 килограмм свинца с кислотой. Это просто снаряд на скорости 120, он тебя выстреливает, да? Я всегда объясняю, когда мы говорим о каркасах, объясняю всегда ребятам, когда мы говорим о ремнях, о том, что, ребята, вопрос же, почему Хансы обязательная штука. Это же система поддержки головы, там, ну, система FHR, она называется, Front Head Restraint, то есть это ограничитель хода головы вперед. Ну, защита позвоночника, правильного шейного позвонка. Именно, потому что четыре позвонка держат самую тяжелую шляпу, да, плюс шлем, который тоже прописан в вес, который максимальный вес там 1480 грамм или 1450 грамм с переговоркой. Тоже прописан, потому что это вес, который на позвонках носит. Я объясняю, ребята, что самая страшная в автомобиле, не скорость, а мощность автомобиля, Subaru, Mitsubishi, Honda или Tavria, самая страшная остановка до нуля со 100 км в час в любом автомобиле. Момент вот этой перегрузки. Вот этот момент, говорит, скорость остановки со 100 км до нуля, то есть препятствие. Ну, да. И неважно, в каком автомобиле вы сидите. Да. Tavria, Mitsubishi, Honda или там, не знаю. Space Shuttle какой, не важно. Тем более, если это спортивный автомобиль, он уже не имеет такой амортизационный, то есть он не гасит так. Да, делает то, что он, да, там сработает какая-то ломанная зона, да, а тут каркас, это все цельное. Каркас держит тебя, вот этот каркас, в чем задача этого каркаса? Это структура безопасности внутри автомобиля, которая должна тебя в случае аварии обеспечить твою безопасность. Ну, да. Вот, собственно, вся идеология в этом. Ну, люди понимают, когда уже потом, когда понимают, которые в каких-то передрягах уже побывали, вот, кстати, один из приборов. Высокий технологический. Кстати, это вот кольцо, и вот этот элемент, который дополнительный, стойка усилителя лобового стекла, который, человек перевернулся, каркас отработал, сработало только, ну, помял кузов, ну, а каркас целый. И человек, соответственно, целый. Вот мы осматриваем после аварии, чтобы, если каркас не имеет повреждений, с Богом вперед. А как вот быть с каркасами, которые старые, допустим, вот они там ржавеют внутри, вот это же никогда не проверишь. Ну, как, во-первых, в цивилизованном мире каркас больше 10 лет вообще не работает. То есть, просто вырезали, варили новый, либо заменили машину и поехали. Да, есть автомобили, так называемые приложения К, исторические автомобили. Там, кстати, немножко другие, более мягкие требования к конструктиву. Но, опять-таки, каркас, он, собственно говоря, правильный вопрос. Он внутри ржавеет, как любая замкнутая полость. Ну, да. Ну, сейчас есть приборы ультразвуковые, допустим. Украине пока, я так понимаю, не используют. Уже есть. Есть уже? Уже, правильно. Уже на контроле, я понял, да. То есть, ты кладешь приборчик, смотришь, сколько там железа осталось. Ну, фактическая толщина рабочей поверхности. Да, фактическая толщина рабочего металла. Поэтому и говорим ребятам, что, ну, старые каркасы, ну, поставьте новый. Ну, цена вопроса, они соизмеримы со здоровьем и жизни. Да, потому что здоровье... Даже на те же копейки люди ставят современный нормальный каркас. Те же восьмерки, которые имелось, старые, малогатцы, там еще болтовые каркасы. Мы на болтовых еще ездили. А правда, что вихуровские каркасы были с шовной трубой? Ну, на обычной... Бесшовной, бесшовной. Бесшовной? Бесшовной. Потому что была такая история, что, как бы... Ну, я не могу подтвердить этого. Может быть, единичные случаи каких-то... Ну, может быть, где-то там кто-то там... Или кто-то под вихуровский каркас. Смотрите, ситуация, сортамент стали во всем мире, в том числе и в Советском Союзе, в Украине сейчас, что водопроводная труба, 40 СНК-2, ее нету. Ее просто не существует. Она 41 будет. Ага. То есть, тяжелая, да. Да. То есть, она сама себя выдает уже по всем параметрам наружным. Ну, да. А холодотянутая, бесшовная цельнотянутая труба, она имеет свои параметры. То есть, это тоже легко определить сходу. Ну, в принципе, при желании можно и шов нащупать, и... Ну, просто штангелем посмотрел, ну, что-то тут у вас не то, ребят. Понятно. Ну, а шовная труба, в чем проблема шовной трубы? Что она в случае, когда шов раскроется, она перестанет быть трубой. Ну, да. Она может больше вреда наделать, чем защитить. Планируете выезжать? Ну, если будет запрос кто-то, кого-то потренировать, то я не против. Ну, а сын вашего, он сейчас ездит в штурманы? Нет, он у меня просто снимает самостоятельные единицы, он там такой продвинутый, что уже... Не планируете вместе проехать как-то? Да, надо же иметь на чем. Сейчас надо же в какую-то машину поехать. Да, конечно, было бы интересно, но надо... Но тем более он же штурманом, и как раз в тандеме было бы интересно. Кстати, он очень неплохой водитель, кстати. Просто, ну, не было возможности его в руль посадить. Но он еще не пересаживается, правильно? Нет, ну, пока мне с ним не с кем некуда, потому что реально у нас ситуация какая. Что он сейчас у очень серьезных ребят штурманом едет, и есть определенные моральные обязательства. То, что они не везде выезжают, это уже их половые трудности. Но сейчас получается такая ситуация, что вот они сейчас готовятся на лиманы, вот, может, выедут. А вы сыну помогаете, подсказываете им на штурманском деле, или он сам идет этот путь? Нет, ну, в свое время я его научил многому, ну, всему. Ну, теперь у них свои, там, какие-то уже свои разработки, свои, там, наработки. Я там, если он меня спрашивает, он меня спрашивает, допустим, по системе, по приборам, допустим, что, как бы лучше было. То есть вы все-таки еще опыт передаете, еще есть возможность передать что-то свое. Да не только же он спрашивает, многие спрашивают. Ну, да, 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 согласен. Ну, вот, очень приличный, кстати, да, очень приличный, хороший изделие. Еще такой вопрос, последний, наверное, на сегодня. Какая ответственность от технического комиссара? Помимо того, что вы, ну, принимаете решение, допускать спортсмена или не допускать, я знаю, что и бывало такое, что вы шли навстречу спортсменам, ну, потому что понимаете, что либо этот спортсмен, может быть, потом под контролем он выйдет на какой-то уровень безопасности. И это ваше решение принятия. Существует ли ответственность какая-то? Ну, смотрите, есть национальные спортивные кодексы. Все мы работаем, все официальные лица работают в рамках национального и международного спортивного кодекса. Ну, в национальных соревнованиях работает национальный, который, в принципе, очень приближен к МСК, международному. Ответственность технического комиссара, как такового, заключается в том, что он должен выявить, в случае, если есть недостатки, эти недостатки он должен доложить руководству гонки. То есть, комиссар технические решения не принимает. То есть, он выявляет и передает? Он только как, ну, грубо говоря, судья факта, он зафиксировал несоответствие. Могут его спросить, как это несоответствие может повлиять на принципиально или непринципиально. Допустим, если там будет стоять на вот таких вот, видите, шпилечках прикрученный огнетушитель вот такой вот, то это однозначно решение комиссара, что нет. Ну, конечно, потому что произойдет рано или поздно отрыв, и будут травмы. Да, то, о чем мы говорим, что все, что находится в салоне, должно выдержать нагрузку в 25G. 25G – это жесть ускорения свободного падения, 9,85. То есть, мы, грубо говоря, должны вес того девайса, приспособления, там, аккумулятора огнетушителя, домкрата, гайковерта, неважно, умножить на 250. А, на 250. На 250, так, чтобы не мелочиться. И чтобы понимать, что вот эта вот резиночка не выдержит гайковерт, который у тебя там стоит. Чтобы он полетит в случае аварии и кому-то, не дай бог, улову. То же самое, когда мы видим подобные явные вещи, мы сразу говорим, так, вот устрани до старта. Ну, есть такая возможность. Устрани до старта, там, как у тебя шпильки переделанные на аккумуляторе. Ну, да. До старта устранили, потом благодарили. Вот. То же самое касается вот этих моментов. Есть вещи, допустим, ну, по каркасу он ничего на гонке не сделает. Ну, да, уже все. Приехал, приехал. Вот такой каркас такой, люди должны понимать, куда они едут, на какой уровень мероприятия, читают регламент. А если не читаете, ну, это уже ваши проблемы. То есть, регламент висит заранее, он должен появиться. Люди, когда едут на гонку, должны знать правила игры, в которую они ввязываются. Ну, да. Ну, да, никому не нужны. Ни организатору травмы, и черный пиар. Ну, и директору, тем более. И директору гонку. На директоре все висит. Да, и на директоре потом будут вопросы и ответственность. И тому подобное. Конечно. Супер. Хорошо. Спасибо вам большое. Ну, вот просто технически. Я вот сколько с автоспортом связан, знаете, там, ну, и машины сам, да, чего говорить, там, и варил, и с вами тогда тоже на чайке спорили. Ну, вот, но никогда... Дискутировали. Дискутировали, да, согласен, дискутировали. И пришли к общему консенсусу. Да, хорошо. Но, тем не менее, ну, никогда не знал, насколько вы вот глубоко в международной федерации, да, насколько вы влияете на статью, эту, 253-ю и 286-ю. 283-ю. Вот, 283-ю, да. Вот, насколько вот человек в Украине, технический комиссар, влияет на международный спорт в целом, автомобильный. Ну, не влияет, а, как понимаете, принимает участие, скажем так. Принимает участие, да. Ну, и влияет то же самое. Да, вот, например, швы уже сварные можно варить в Европе. А, нет, ну, сиденья крэштейна. Да, сиденья крэштейна. Открываем 53-ю статью, параров 16. Смотрим. Все, это Украина. Супер. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Было очень интересно, познавательно. И я желаю, что каждый спортсмен должен лично пообщаться с дядей Борей и принять вот этот опыт. Практически все так и делают. Да, было. Выхода нет. Да, спасибо большое. А у нас в студии был Борис Донской. Судья, вернее, технический комиссар международного уровня. Технический комиссар Украины. Главный технический комиссар. Единственный главный технический комиссар. Ну, кстати, не единственный, но, наверное, все-таки... Ну, я член технического комитета. Ну, верхушка, скажем так. Все знают, не гласно, что это верхушка. Да. И технического спорта. И мастер спорта Украины по автомобильному спорту. Спасибо вам большое, что были в студии. Спасибо большое. Всего доброго.